И мы видим, что на холеной физиономии Кремля начинает чернеть еще один фингал, здоровенный, лиловый. А вот, конечно, можно было бы про эту историю сказать словами Семена Михайловича Буденного, что шашкой надо было шашкой, а не умничать, в конце концов. Но, насколько мне известно, то, что на данный момент зафиксировано, это еще такие цветочки, потому что начинали не 8 человек, а 20. Но 12 были случайно отравлены в процессе своими товарищами. Это ваша версия. Да, в результате возникло вот это все сенсационное расследование. Причем, как только оно появилось, все кинулись, как ты помнишь, к Пескову с вопросами. А в ответ Песков ударился о землю, обратился в белую усатую лебедь, взмыл, закурлыкал и где-то летает над Кремлем с таким видом, как будто бы он вообще ничего не знал и ни о чем не догадывался, и отменяет свою пресс-конференцию. Сказать, правда, нечего, потому что есть сейчас демонстрация полной беспомощности, полного смятения. Вот схваченный за руку Кремль откровенно покраснел и несет дикую ахинею. Он не готов к ответам, что, в общем, огромный брак в работе, потому что люди же налоги платят огромные за то, чтобы им квалифицированно, умело и, главное, вовремя врали. Чтобы их сразу успокоили. Чтобы они не утрачивали бы веру в чистоту и мощь власти. Вообще, замышляя, это я по себе знаю, замышляя какую-то пакость, серьезную пакость, нужно одновременно создавать прочнейшую отмазу от нее. Вот раньше КГБ, когда планировало убийство, тут же впрягалась мощнейшая группа создателей абсолютного алиби государства и этой группы. А сейчас проявлено невообразимое, непонятное легкомыслие. Вот как можно, скажем так, травить кого-то сложными ядами, не продумав красивого вранья, которое снимает вопросы? Вот что это за распад? Александр Димович, простите, пожалуйста, у меня вот вопрос возник. Единственное, что сейчас появляется в качестве реакции, это упоминание того, что это все расследование не каких-то журналистов, а прямо ЦРУ и прочих структур. Какой вывод мы должны сделать из этого? Например, да, допустим, это расследование спецслужб. ЦРУ это очень квалифицированная структура. Но дело-то не в этом. А? Значит, это все равно правда. Не важно, кто расследовал. Это тоже не важно. Важно сейчас, что очень страшная для Кремля пауза затягивается, трещит ютубовский счетчик, информационное пространство уже захвачено, а любая оттяжка по ответу на это трактуется всегда как доказательство вины. Сейчас вот бедняга Кремль, он только пальчиком ковыряет стол. Причем этим пальчиком, прошу прощения, служит верная Маша Захарова, которая тоже абсолютно... Лавров уже высказался. Ну, Лавров высказался кратко, угрюм и набурчал, а Маша абсолютно была не готова к такому повороту. И, в общем, в результате что-то очень мрачно, но со своим обычным пионерским звоном напукало что-то в лужу, невразумительное, по дикой Машиной версии, Навальный в сговоре с сотрудниками ФСБ скрывается в Германии от следствия по делу об оскорблении ветерана войны. Вот это единственный вывод, который можно было сделать. И еще Маша почему-то очень хочет анализа Навального. Выглядит все это нелепо, но это все равно правильно, потому что промедление смерти подобное, она понимает, что да, лучше всего нести любую ахинею, чем растеряно молчать, как это делают все остальные. А в Кремле сейчас проходят интеллектуальные штурмы, потеря драгоценного времени. Это вот так называемая правда, она сидит испуганно рыгает бобрятиной, а Соловьева застукали с маленьким справочником, о пеших путешествиях по Европе, где он чертил пеший путь из Москвы на озеро Кома. И вот тут становится понятно, что, в общем, на охрану, на идеологическую охрану режима понанимали какое-то полное говно. При том, что полстраны сейчас ждет любого спасительного вранья, любого иллюзиям надо помочь, чтобы им было чем отвечать злорадству либералов, соседей, сотрудников. Дыра в репутации режима пробита слишком большая, потому что, вот когда за дело берутся такие рукожопы, то лучше вообще не разводить тайн, надо делать стримы, надо делать трэш-стримы, где все бы это происходило в прямом эфире, открыто, потому что ведь еще никто не спросил, ребятки, а где, извините, у вас записи камер входа в больницу? И там мы увидим на этих записях, что с канистрами яда снуют чекисты, как это было где-то в Англии, если не ошибаюсь. И поэтому я могу сказать, что вот когда одного из этих мрачных мордачей с иконостаса инсайдеровского спросили, а почему так хреново, он говорит, ну это же не кино, это труднее. И вот это коренная ошибка, это как раз кино. И надо срочно делать это кино, вот эту черную комедию о стараниях рукожопых идиотов, которые перетравили друг друга, много лет пытаясь всеми видами яда отравить одного-единственного беднягу Навального. В общем, я могу подсказать эпическое начало для сценариста. Вот представь себе научно-исследовательский институт ФСБ имени семьи Борджа и под портретами Петрова и Баширова варят страшный яд, настаивают прах Дзержинского на моче патриарха. Яд, который не имеет аналогов в мире, причем на то вся сельхозавиация, полковники раскручивают винты и готовятся покрыть ядом все пространства, по которым может пройти фигурант. И губят в процессе колхозников, участковых терапевтов, аквариумных рыбок и так далее. Ну а потом в ход идет новичок, Дуст, Курары, но гибнут только сами сотрудники этой группы. Вот там в Турции наполняют целые бассейны цианидом, но напившись сотрудники группы идут устраивать заплыв на скорость, потом Навальный видит трупы и садится писать жалобу на руководство отеля, что многовато хлора. То есть там могла бы быть великолепная черная комедия, но надо ее делать сейчас, пока ничто не остыло, включая тела. Продолжение следует...